Вот как выглядит сушеный солод. Он уже просушенный. Некоторые говорят, что надо обломать вот эти побеги, но я не обламываю. Сейчас я буду перемалывать. Тут где-то килограмм солода. Возьмем кофемолку и будем молоть его. Молится точно так же, как обычная пшеница. Но мы сильно в муку не будем, и вот такую грубого помола сделаем. Вот я буду молоть в один проход, чтобы получилась такая крупная дырть. То есть не в муку. Ну вообще, как бы для еды его можно, если делать коктейли, можно и муку смолоть. Но я и так, допустим, заваривал коктейли и с крупным. То есть нормально было. На кофемолке в один проход по 20 секунд. Бывает так, что солод в процессе сушки начинает чуть-чуть покрываться плесенью. То есть там упустился какой-то влажностный момент, там еще что-то, или жарко сильно было. И вот если уже пятна появились, допустим, поле, у нас появилось несколько пятен, то этот солод уже весь не годится в виду. То есть он уже весь поражен грибком. То есть если чуть пятно откинуть, ничего не изменится. То есть грибок-то останется. То есть плесень, когда вылазит, это уже поражена вся масса. Но такой солод тоже можно смолоть и использовать для осахаривания различных крахмалосодержащих веществ. Ну а дальше что делать с ними? Ну уже каждый сам придумывает. Мы вообще не пьем, но спирт нужен для приготовления различных настоек, протирать аппаратуру, протирать различные какие-то изделия. При болезни там компресса со спиртом, то есть в хозяйстве эта вещь всегда пригодится. С солодом я познакомился более 10 лет назад. Я делал коктейли, ну не коктейли, запаривал с кипятком и пил. Там 2 чайных ложки на кружку кипятка. Пил на работе, когда я работал еще на заводе. Ну потом я познакомился с различными энергетическими коктейлями. Это протеиновые, ну такие бодрящие. И скажу, по приливу сил, по бодрости, солодовый напиток, он в принципе ничем не уступает. Дорогим протеиновым коктейлям энергетическим. Ну наверное потому, что солод приготовлен собственноручно, сделан. Он там лежит несколько месяцев после приготовления. А уже там несколько дней прошло, его уже можно употреблять, потому что он свежий. Вот поэтому энергетическая ценность. Единственное, что недостаток, что его готовят долго. То есть это где-то неделя на приготовление порции солода идет. Замачивание, проращивание, потом высушка и помол. Ну вот так в принципе, если есть часто наткнение, как говорят, то можно делать солод, и это будет вполне хорошая замена дорогим протеиновым бодрящим коктейлям. Конечно, солод в дороге, там куда-то в пути, он не подойдет. То есть ему надо кипяток запаривать, там потом эту кашу съедать. Конечно тут протеиновые коктейли выигрывают. Ну а дома в принципе вполне можно спокойно пользоваться солодовыми различными напитками. Вот пакетик уже опустел, последняя ходка. Ну солод уже готов, теперь я его буду хранить, подоставить к хранению. Солод хранить надо в темном, прохладном месте желательно. Еще такая особенность, если употреблять его в еду, он не должен долго храниться, то есть он пропадает. Для сахаривания можно хранить его где-то год, полтора максимум, а если в еду, то максимум полгода. То есть надо готовить то количество солода, которое нужно в данный момент. Еще солод, кроме того, как я делал коктейли, допустим, напитки энергетические, можно использовать в различных блюдах. Вплоть до того, что зеленый солод, можно делать с него салаты, просто так есть, можно с зеленого именно, со свежего. Можно добавлять солод в хлеб, приготовление домашнего хлеба, тоже очень вкусно получается. Можно солод, ну солод даже колбасу, по-моему, делают, если я не ошибаюсь, но мы не делали, хлеб в хлеб добавляли. Ну, применение у него очень-очень широкий спектр применения. Где его можно применить? Но опять же, надо делать столько, сколько надо в данный момент, чтобы он максимум за месяц был использован. Лучше по чуть-чуть его, постоянно, чтобы проращивался. Опять же, зеленые ростки, я видел, коктейли делаются из зеленых ростков, пшеницы. Они молятся на блендере, с различными жидкостями, и пьется такой энергетический коктейль. То есть, я запариваю, если долгий, сухой солод, а можно с зеленого делать. То есть, эта вещь в хозяйстве всегда приходится. Кроме пшеничного солода, мы еще пробовали солод с Маша, Маждал, Смаждала. Очень вкусный, получается, делали салат. Пророщенный Маждал с перцем, с черным, с красным, асафетидо добавлено и масло, и все. Салат обалденный просто. Такой контраст вкусов, резкий зеленый вкус и острота. Это просто неимоверно. Я думаю, такой же можно сделать с пшеницей. Понравилось видео, палец вверх, не понравилось, палец вниз. Подписываемся на канал. Очередное видео из серии «Делаем заготовки для различных блюд». Посмотрите другие наши видео. Подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе. Спасибо за внимание. Делаем заготовки для различных блюд. Продолжение следует...